Ом Ти Ви Юэй про Головне. Они выстроили позиции для нанесения по Беларуси удар. Короче, что-то падает. Только что был взрыв какой-то. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Четыре позиции я сейчас покажу, карту привез. Понятно. Вопрос-то самый ключевой на самом деле. Белорусская мишень Путина. Режим Лукашенко оказался на очередной развилке. Хорошо известна недавняя риторика местного узурпатора о том, что он не вечен и местному населению следует заранее привыкать к тому, кто заменит его у руля государства. Президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Ну, всякое в жизни бывает. При этом Лукашенко клятвенно обещает своему сменщику оставить мирную и спокойную страну. При вас хорошо. Мы... Тихо, мирно, спокойно. Это главное. Ты что, с ума сошел, что нет? Совсем сбрендели, что ли? В контексте тех августовских тезисов также фигурировали мысли о наличии в украинском, в том числе военном, руководстве нормальных людей. Ничего себе. Вот такие занятные мысли вызвали очень неоднозначную, если не сказать чертовски негативную реакцию в Кремле. Высказанные, так сказать, союзникам мысли идут в разрез с генеральной линией путинцев. Это же все надо как-то выжигать каленым железом. Суть этой линии намедни снова озвучил пресс-клеврет Путина, Песков и Свежего. Война будет продолжаться любыми методами до полного достижения целей, которые были заложены в момент ее развязывания Москвой. Благовидный предлог здесь состоит в застраховке будущих поколений и обеспечении их безопасности. Для этого можно действовать абсолютно любыми методами. Стирание жизни на Донбассе, террористические бомбежки украинских учебных заведений и больниц, введение по всей России цензуры. Пожалуй, тут лишь некоторые базовые инструменты текущего момента. И это у Путина еще не все. А какие варианты? Вариантов, увы, кажется, больше всего. Просто Львов. Безусловно, Белоруссии, как инструменту ведения войны, также отведена определенная роль в стратегии Москвы. Там с большими подозрениями относятся к текущей риторике Минска, в которой присутствуют как минимум три крамольных момента. Речь идет о мирной Беларуси, то есть отказе быть вовлеченными в российские военные авантюры. Ни яких загадов, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все. Далее у Лукашенко признают наличие адекватности в действиях украинского руководства. Наконец задета самая больная точка Путина. Он тоже не вечен. Должен готовиться к уходу, ведь по возрасту даже старше Лукашенко. В компетентных ведомствах РФ сразу сделали соответствующие выводы о некоем двоемыслии белорусского руководства и принялись срочно предпринимать меры для экстренного втягивания в орбиту российских военных алгоритмов фактически полуоккупированного сателлита. Я знаю свои риски. Российская пропаганда массировано бомбит умы белорусов тезисами об украинской угрозе с юга, о рисках нападения НАТО и прочей белибердой. Ну да, такое не лечится. На самом же деле по существу есть только одна внешняя угроза безопасности белорусов – кровавый путинский режим, замысливающий провокации с целью превращения белорусского народа в источник пушечного мяса для своих кровопролитий. Это их цели. РФ не нравится колебания Лукашенко, он то создает мощный ударный кулак на границах, то делает противоложные заявления о ликвидации напряженности, то снова впадает в очередную военную истерию. Формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, около 120 тысяч человек, территориалы и военные. Дальна привозит вам карту о переброске вооруженных сил Польши границам союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим, готовится Поршва, допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километров 500, перебросили на 40 километров. Карту я покажу, мы это все видим. А лучшие, что они хотят со стороны этих мерзких поляков, руководителей Польши, захватить Беларусь и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было, это их мечта. Потому Москва усиливает свое давление в виде проведения боевых провокаций. В частности, 5 сентября воздушное пространство республики очередной раз было нарушено российскими дронами камикадзе типа «Шахед», которые были сбиты средствами белорусских ПВО. Данные атаки являются актом российской военной агрессии против республики Беларусь, и на них нельзя закрывать глаза вне зависимости от их причин. Особенно учитывая российское желание спровоцировать втягивание белорусов в чужую для них войну против Украины. Это очень опасно, ведь в Москве имеют полный доступ к белорусской территории. Тут перемещаются российские военные, реализующие различные подрывные акции и разнюхивающие ситуацию и места дислокации белорусской армии. Не такие они простые. Пока такие залетные инциденты – лишь прощупывание почвы, и в будущем следует ожидать больших проблем и рисков. Самурай особого назначения Гомеле. Японская разведка. Пока белорусская КГБ рапортует о первом в истории аресте японского шпиона, ему следовало бы заняться нейтрализацией происков российской агентуры и обустройством собственного ПВО на восточных границах. Ведь России ничего не стоит в ближайшем будущем начать бомбить белорусские города ради реализации дальнейших планов геополитического насилия. Это их цели. Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что и что, и за кем стоит эта правда. Ну давай сядь, подумай, как лучше для своего государства, для своего народа. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителями, сообщает агентство Рейтинс. Перед поставкой ракет Вашингтон снимет ограничения на удары по территории всей страны. На данный момент ракеты Джасом интегрированы исключительно в самолеты F-16, но усилия по адаптации ракеты к советским истребителям также ведутся.